Это что-то с чем-то Прям реально его ждет Сердечко прямо Приветствую всех любителей активного образа жизни Меня зовут Артем И в этом выпуске мы поговорим о таком экстремальном и опасном виде спорта Как практическая стрельба В практической стрельбе необходимо за наименьшее количество времени Поразить наибольшее количество мишеней из огнестрельного оружия По сути это шутер от первого лица, но в реальной жизни Кстати, Россия занимает одно из лидирующих мест Конфедерации практической стрельбы в мире Поэтому предлагаю отправиться в Тир Посмотреть базовую тренировку стрелка Овладеть навыками безопасного обращения с оружием И задать интересующие нас вопросы опытным инструкторам А пока я ищу свой бронежилет и набираюсь храбрости Немножечко истории Практическая стрельба зародилась в Калифорнии в начале 50-х годов Через несколько лет она быстро распространилась на другие континенты Международная конфедерация практической стрельбы Официально была основана на Международной конференции по пистолетному спорту Состоявшейся в Колумбии, Миссури в мае 1976 года 40 представителей со всего мира были приглашены для участия в конференции Чтобы определить сущность и будущее практической стрельбы Полковник Джефф Купер исполнял обязанности председателя И был избран первым президентом Международной конфедерации практической стрельбы Были разработаны 8 принципов И девиз «меткость», «мощность», «скорость» В 1998 году Россия была принята в Международную конфедерацию практической стрельбы А первое первенство России состоялось в августе 1999 года в Нижнем Новгороде Уже в ноябре российская команда приняла участие в 12-м чемпионате мира А второй чемпионат России состоялся в 2000-м в Магнитогорске Интересные факты Устойчивый навык эффективного владения пистолетом у большинства стрелков Вырабатывается после тренировок общей продолжительности 50 часов и не менее 1000 выстрелов В середине 19-го столетия самой популярной мишенью среди стрелков были голуби За 35-летнюю историю спорта IPSC в мире не произошло ни одного несчастного случая Связанного с огнестрельным оружием По безопасности этот спорт сравним с шахматами Потеря веси у отдельных стрелков в зависимости от выполняемого на соревнованиях стрелкового упражнения В среднем составляет 2-3 кг за соревнование Самым быстрым стрелком считается Джереми Чулик Он поражает мишени с поразительной скоростью из различного вида оружия Ему принадлежат 5 официальных мировых рекордов Например, 60 выстрелов из револьверов за 18 секунд 8 выстрелов из револьвера по одной мишени за одну секунду А по 4 разным всего на 0,06 секунды больше Также Джерри обладатель 52 национальных и 45 мировых титулов по различным видам оружия Мы находимся в крупнейшем крытом тире в мире объект Именно здесь проходит обучение практической стрельбе и навыкам безопасного обращения с оружием Проводятся матчи и соревнования А также здесь находится приемная Федерации практической стрельбы России Поэтому сейчас отправляемся получать оборудование и знакомиться с инструктором И сегодня нашу базовую тренировку проводит Сергей Серавкин Инструктор стрелкового комплекса «Объект» Приветствую, Сергей Приветствую, Артем Ну, собственно, рассказывайте, с чего начать Меня вот уже принарядили Очки, все безопасность выдали Теперь рассказывайте, для чего это нужно и с чего у нас начнется тренировка Нарядили вас отлично Начинаем мы каждую с тренировку знакомства Мы уже с вами ее провели И затем у нас самая важная часть – это техника безопасности Техника безопасности со стрелковым оружием крайне простая Но мы обязаны следовать ей неукоснительно Всего несколько правил, мы должны их запомнить и всегда использовать Правило первое – без моей команды вы не извлекаете оружие с кобуры, не притрагиваете к нему Команда будет всегда звучать, как заряди-приготовиться Правило второе – как только вы извлекли оружие, вы все время контролируете, что оно направлено в сторону мишени Понял Соответственно, даже если у нас идет какая-то задержка на оружие, то есть оно перестало стрелять Вы считаете, что патроны закончились, вам что-то мешает, вы все равно должны контролировать оружие, направлено на мишень Затем пальцем мы касаемся крючка только после прицеливания То есть если мы не видим, что прицел указывает на мишень, если мы не готовы стрелять, у нас пальцы находятся на рамке И мы не касаемся крючка, пока не уверены, что мы можем совершить безопасный выстрел Так, крючок – это курок? Спусковой крючок Спусковой крючок? Да То есть это называется спусковой крючок? Да Так, хорошо Вот, я вам покажу на оружие, мы это несколько раз попробуем на холостую, безопасно, без патронов И потом уже пойдем пробовать с патронами Если я вам крючу стоп, вы должны остановиться ровно в тот же самый момент И дальше я вам скажу, что делать, либо заберу у вас оружие, поправлю все, что нужно, верну вам обратно и продолжу Замереть По команде стоп вы должны ровно в тот же самый момент остановиться Понял Вот, за эту технику безопасности мы должны оставить автографа Вот в этом журнале формат следующий Сегодняшнюю дату, ваша фамилия, имя, отчество и здесь ваш автограф Ага, понял Сергей, пока я заполняю, расскажите вообще, со скольки лет можно заниматься практической стрельбой? Если мы говорим вот вообще о самом-самом раннем возрасте, то это, наверное, лет 8-10 Но это будет стрельба из пневматического оружия Оно у нас известно как Airsoft А это подразделение практической стрельбы, которое называется Action Air То есть это 6-миллиметровые пластиковые пульки Оружие работает на газу, так называемый, Green Gas И, соответственно, туда в секцию уже приходят в районе 8-10 лет, уже начинают уступать И там уже можно начинать оформлять первые разряды и прочее То есть оружие уже не огнестрельное, правильно, его можно свободно купить, тренироваться Но уже относится к практической стрельбе И разряды уже можно получать Да О, здорово Вот, потом со временем переходят на огнестрел, кто желает, да Кто-то так остается, бывает и взрослые, которые уступают в Action Air Было одно время, когда только-только Action Air появился Многие стрелки именно из огнестрела переходили в Action Air попробовать, что это такое Потому что правила ровно все те же самые Пистолет плюс-минус схож, да Ну, там, по массе, по габаритам, по эргономике И, соответственно, ты можешь нарабатывать вот эти элементы При этом тебе не нужно вот это помещение, да, которое тяжело иногда доехать и прочее, прочее У нас сегодня первая моя базовая тренировка Я прихожу, знакомый с оружием Вообще только вот, ну, заступаю в этот спорт И он мне нравится, я хочу продолжить им заниматься Сколько по времени в среднем мне потребуется, чтобы, ну, достигнуть, например, такого звания, как мастер спорта Сколько у каждого стрелка займет время до мастера Зависит во многом от стрелка от того, сколько он вкладывается в это дело Естественно, вот методичность тренировок От правильно поставленных тренировок От правильно выбранных соревнований и прочее, прочее, прочее Это процесс, как и в любом другом виде спорта Возьмем средний стрелок, который, ну, вот и он проникся этим видом спорта Хочет им заниматься, прикладывает какие-то усилия И занимается не то, чтобы у него стоит цель, прям вот это сделать в кратчайшие сроки А в среднем, плюс-минус, 3 года, 5 лет, год Ну, я бы сказал, от 3,5-4 лет А возможно это сделать на Airsoft без использования огнестрельного оружия? Нет, мастера спорта только в огнестреле можно сделать То есть дойти до какого-то уровня Airsoft, отточить навыки, я так понимаю И потом переходить в огнестреле Это один из вариантов То есть это один из вариантов, но многие стрелки предпочитают именно оставаться на огнестреле То есть они начинают с огнестрел и вот дальше продолжают огнестрел Мы с вами прошли в зону безопасности Любая стрелковая галерея чаще всего, чаще всего в практической стрельбе поделена на три зоны Это, грубо говоря, зрительская зона, в которой мы пьем чай, кофе В зрительской зоне вы имеете право снаряжать магазины, но вы не имеете права ни в коем случае извлекать оружие из кобуры Ага, так, понял Даже бывают ситуации, когда у вас оружие выпадает, случайно такое происходит Вы обязаны его не трогать, дождаться, пока к вам подойдет инструктор, либо судья, он сам все с ним сделает, все, что нужно В стрелковой зоне, соответственно, у нас все происходит по команде судей-инструктора По технике безопасности, о которой я вам рассказал И сейчас мы с вами находимся в зоне безопасности Здесь вам, как стрелку, разрешено самостоятельно манипулировать оружием без надзора, либо команд судьи Но есть несколько ограничений Правило первое, вы не должны касаться чего-либо, что содержит или напоминает патроны То есть магазины с патронами, коробки с патронами, гильзы, сами патроны Вот это все, оно должно остаться там Второй момент, ствол оружия всегда должен быть направлен в зону безопасности То есть она ограничена красной линией Понял? Да Вот, сейчас мы с вами примем оружие И первое, что нам нужно сделать, когда мы принимаем оружие, это проверить его на разряженность Мы с вами начнем с Глока Вот Мы с вами начнем с Глока То есть возьмите его в правую руку, направьте стволом на нарисованные мишеньки И первое, что нам нужно сделать, это убрать палец со спуска Это отсюда? Да И положите его на рамку Сюда? Вот сюда повыше Да, ага Затем нам нужно проверить, разряжен он или нет Для этого мы проверяем наличие магазина Пусто? Верно И затем нам нужно проверить наличие патрона внутри патронника Для этого мы оттягиваем заторы в заднее положение Да, то есть таким вот образом И осматриваем просто-напросто патроник изнутри Если там пусто, нажимаем контрольный спуск И помещаем оружие в кобру Помещается он следующим образом Вот сюда Просто аккуратненько направлять его вниз И защелкивать Все, после этого он не выпадет Действительно не выпадает Интересно Так, еще раз защелкивает Ага Ага Просто сверху И понаправляешь Интересная приспособа Удобная Спортивная кубура, да Она очень удобная Но новичкам с ней бывает немножко сложновато Давайте попробуем с вами снарядить магазин Давайте Снаряжаем мы его чаще всего по 15 А сколько патрон в магазине? Максимум 17 Вот, снаряжается он следующим образом Руки трясутся аж Держим магазин левой рукой Берем патрон в правую руку Продавливаем подаватель И заправляем патрон под Щечки А это боевые патроны Все, да? Самый настоящий патрон А кстати с травматическим пистолетом Можно тренироваться? Это тоже? Да, да, да В целом можно Но Травматическое оружие Часто не дает Необходимой кучности На этих дистанциях Ну, во-вторых Опять же Пулька резиновая Отскакивает обратно А, рикошет может быть Конечно Понял По картону, понятно Она так же попадает Так же оставляет То же самое эргономика Может те же самые правила Но немножко не то Давайте разберем основы Да, то есть Как мы плюс-минус оружие держим Как мы стоим И что нам нужно Для прицельного выстрела Да? То есть По прицелению Знакомим Мушка, целик Знакомая история Да, совместить Прорезь Вспомню Как мы всех учили На нормах ГТО В тирах, естественно Везде В пневматике Да, это я знаю Вот, совершенно верно Да, то есть По прицеливанию Ровно так же Ничего не поменялось Мушка, целик Фокус мы делаем На мушке Целик и мишень У нас будут Немножко размыто В взгляде Это нормально Так и должно быть Так, мушка Это, которая маленькая Да Впереди Понял Практически В стрельбе Мы используем Дуручный хват Вот, мы сейчас С ним и познакомимся И попробуем Произвести выстрел На холостой Как приблизительно Выглядит хват Правой рукой Мы удерживаем Оружие Оружие Крепко Высоко Сверху Да, то есть Мы не оставляем Здесь В пустом месте Такого быть не должно Указательный палец Обратить внимание Я вам говорил Он на рамке У нас до прицеления Вот, и здесь Большой палец Входит немножко наверх То есть Он не уходит сюда Вот Для чего? Для того, чтобы Мы сюда вложили Левую руку То есть У нас должен Получиться Вот обратить внимание Такой замочек Вот в это место Да, и левая ладонь Крепко лежит На пистолете И вот так У нас должно Получаться Вот Мы сейчас С вами это попробуем На вашем пистолете Извлеките Пожалуйста Оружие Направьте На мишень Да И попробуйте Сформировать хват Ух Так Вдоль скобы Да Большой палец Чуть повыше Да И левую руку На рукоятку Да, отлично Выпрямляйте руки Стойте ровно Попробуйте Найти прицел На мишени Нашел Отлично Поместите оружие В кобру Зафиксируй Проверьте, что зафиксировано Не вынимаете Отлично В идеале У нас только Приблизительно Следующий То есть Она немножко У каждого стрелка Может меняться Вот Но в целом Следующая история То есть Ноги становятся На ширину плечей Может быть Чуть-чуть шире Одну ногу Чаще всего Стрелок Немножко Вставляет вперед Ну как немножко Это вот где-то На пол Стопы Обычно Одна стопа Может быть Чуть-чуть Идти вперед Ну ненамного То есть Не должно быть Вот так Ну где-то Вот здесь Вот То есть На ширину Плечей Затем У нас идет Небольшой Присед С наклоном Вперед И центр тяжести У нас не должен быть На пятках Мы переводим ее Чуть-чуть Вперед На москах То есть Не так Чтобы пятки Отрывались Мы уже падали Но немножко Вес завален Вперед И вот Соответственно Вот в этом положении Мы руки Выводим На линию Прицеля Плечи Опущены Вниз В идеале Да И голова Смотрит Прямо Небольшого Наклона Не хватает Вот эту Да И чуть вес Вперед На середину Ага Да Так вроде По устойчивой Теперь Мы с вами Соответственно Попробуем Совершить Первый Выстрел Посмотрим Что из этого Получится Команда По которой Мы имеем Право Зарядить Оружие Она Звучит Как Зарядить Приготовиться Только Когда Вам Ее Подают Соответственно Вы имеете Право Извлечь Оружие Извлечь Магазин Зарядить Приготовиться К стрельбе Ага Да Понял А как Проходит Процедура Какие Есть В ней Нюансы Я вам С правой стороны Покажу Вон Будет Лучше Видно Значит Первое Когда Мы получаем Команду Зарядить Приготовиться Мы Извлекаем Пистолет Первое Что мы Делаем Направляем Его В безопасное Направление Пальц Находится На рамках Сразу На крючок Его Класс Нельзя Держим Здесь Рука Уже В этот Момент Должна Быть Довольно Сильно Напряжена То есть Не должно Быть Такой Вялой Кисти Вот И Прочее Затем Мы Берем Магазин Присоединяем Его Соответственно Вперед Пистолет Затем Мы Соответственно Отводим Назад Затвор И Отпускаем Его При Этих Всех Манипуляциях У нас Правая Кисть Не должна Куда-то В сторону Уходить Такого Движения Опять же Беремся За заднюю Часть Затвора Самый Безопасный Вариант То есть Некоторые Используют Такой Вариант Некоторые Используют Такой Вариант Для Базовой Истории Лучше За заднюю Часть Не Перекрывая Вот Это Приятно Оружие Уже Может Быть Заряжено Понятно Соответственно Как только Мы патрон Дослали Мы Соответственно Все время Контролируем Что оружие Строгонаправленное Мещение Понятно Вот Рука Уже Должна При Досылании Быть Довольно Сильно Напряжена Заряди Приготовиться Собирай Хват Так Палец Хорошо Собирай Стойку Ноги Направляя Оружие На мещение Вот Если Прицелился Склади Палец На спуск И Если Готов Производи Выстрел Хорошо Повтори Пять Выстрелов Подряд Ох Руки Прям Аж Даже Трясутся Сразу Пять Ну Аккуратно Не спеша То есть Еще Четыре Отлично Возвращай Оружие К себе Вот В это Положение Следи Что Он Направлен На мишень Мишень Хорошо Получается А чуть-чуть Следи За стойкой То есть Каждый раз Тебя Откатывает Назад Старайся Сохранять Положение Понял Повторяем Прицеливайся И повторяй Пять выстрелов Аккуратно Отлично Отлично Возвращай Заново Отбой Отбой Сердечко Прямо Тукает Прямо Руки Трясутся Ну И запах Вот это Ощущение Конечно Отдачи Боевого И запах Пороха Ну это Не передать Так Это Это Не пневматика Это Совсем Другое Оружие Да Конечно Здесь Соответственность Другая За выстрел Да Так Что мы Теперь Делаем Проклеиваем Мишени И повторяем Эту Процедуру О За меня Зарядили Удобно Сервис Спасибо Спасибо Давай попробуем Повторить Отсюда Да Заряди Приготовиться Легко Из кобуры Достать Магазин Дослать По готовности Огонь По готовности Огонь Формирую Хват Выношу Формирую Про стойку сначала Про стойку забыл Чуть-чуть Наклон Да И аккуратно Пять Весту А тут Ты немножечко Завышаешь Мушку Видишь И она у тебя Наверх Начала Уходить Да С чем это связано Да То есть контролируешь Все время Что мушка Строго в прицеле Стоит Чуть-чуть Завысишь Кажется На близкой дистанции Что это немного Но на высокую Уже будет вылетать Сильно вверх Вес вперед Развижай оружие Так Мы сейчас Соответственно, палец вы не должны накладывать до того, как вы видите прицел на мишени. И, соответственно, должны его убрать сразу, как стрельбу закончили. Готов? Готов. Огонь. Да. Старайся не откатываться назад, по безопасности все хорошо. Мы договорились с два выстрела. Два выстрела, понял. Готов? Да. Огонь. Еще раз. Огонь. Разбрасываешь. Что это я, да? Теряешь стойку и разбрасываешь. Да. Думаю очень много обо всех вещах, да. Готов? Да. Огонь. Первый поспешил, налево утянул. Понял. Хват. Готов? Да. Огонь. Еще раз. Хорошо. Еще раз. Огонь. Держи стойку, не распрямляйся. Огонь. Хорошо. Разряжай. Ковру. Фиксируй. Отлично. Отбой. Естественно, людей интересует, сколько стоит заниматься практической стрельбой. Вот можно рассказать, опять же, мы вот уже снимали, у нас был выпуск про дрифт, тоже вроде бы говорят, что не дешевый. Но опять же, есть способы входа, бюджетные варианты входа в этот спорт, кто хочет именно заниматься. То есть, все зависит от бюджета. У нас был парапарашютный спорт, также, где можно зайти и купить сразу все пакеты, все снаряжение, которое стоит бешеные деньги. И здесь, я думаю, чтобы начать практически стрельбой, наверное, у вас тоже есть, вот насколько я знаю, нам вот дали в аренду, не обязательно все покупать свое, да? Вообще, можете вот, ну, ценовую политику рассказать, сколько это стоит вообще заниматься? Ну, соответственно, самый бюджетный вариант входа, это арендное прокатное стережение и все остальное. Опять же, то есть, на первых порах не имеет смысла стрелять много. То есть, мы с вами вот уже часто, грубо говоря, стреляем, сколько мы сделали, там, 4 магазина. Вот, то есть, конечно, стрелок опытный, за час стреляет гораздо больше. Но новичку это не нужно, ему нужно вот эти вот намотаривать, объяснять, пробовать, 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 только потом проверять уже с патронов, что у него получается, что нет. Вот, поэтому, ну, сколько там, тренировка стоит в среднем 500, сама часа, да? Вот, а дальше уже зависит от количества выстрелов. Понял, дальше уже зависит, как часто ты и как много стреляешь. То есть, оружие покупать не нужно? Сразу нет. Очки, там, наушники сразу, потому что наушники стоят тоже от эконом-сегмента. То есть, можно прийти, все взять арендованное, войти в этот спорт и дальше уже по необходимости докупать оборудование. Для начала подойдут вполне обычные, там, наушники, которые можно купить чуть ли не в строительном магазине. С такими же очками. У нас в аренду, соответственно, все это дело есть, да, чтобы не покупать, не таскать и так далее. По обвесу, то есть, поиск кубра под сумкой, это тоже очень разная бывает история. То есть, где-то можно поиск купить, там, условно говоря, за 2000 рублей, а некоторые пояса стоят уже, там, за 10. По кубрам, та же самая история. То есть, можно взять для начала совершенно бюджетную, чуть ли не с Алиэкспресса, да, лишь бы она была безопасна для стрелка. И кубру, которая уже, там, стоит за 30-ку и за прочее, за 30 тысяч. Понял. То есть, зависит от пожелания стрелка, от ее возможности. Но для самого хода очень больших сумм не требуется. Я так понимаю, если начинать еще с аирсофта, можно же миксовать, например, там, одна или две тренировки у тебя на огнестрел, а в свободное время аирсофт, он же куда дешевле огнестрельного, правильно? И да, и нет. Оттачивать вот для новичка как раз хват и... Ну, вообще, то есть, вот самый идеальный вариант, да, то есть, когда стрелок приходит на тренировку с огнестрелом, то есть, отрабатывается какой-то элемент, да, и затем он дома проводит дополнительную, грубо говоря, домашнюю работу. То есть, например, то же самое формирование хвата, вы можете тренировать с любым пистолетом у себя дома, ну, пневматическим, естественно. Ну, понятно, да. Вот, вы можете приобрести такой же, там, Глок-17 пневматический аирсофтный, и когда у вас есть время, буквально, там, 10-15 минут, постоять, позанимать. Это будет уже очень хорошо. Наверное, самый интересный вопрос. Оружие реально купить? Да. Как это делается? Насколько я знаю, законодательно запрещено покупка огнестрельного оружия, именно краткоствольного. Даже по лицензиям ты его не купишь? Да. А как тогда можно приобрести? Это спортивное оружие, оно остается в клубе, оно находится в клубе, оно принадлежит клубу. И стреляет только я из него? Да. То есть, я, грубо говоря, покупаю оружие, оно хранится в тире, прихожу и из него всегда стреляю? Да. Кроме вас, в этом тире его, соответственно, никто не получит. Ну, и порядок цен на оружие. Например, я смотрю, у вас вот другой какой-то. Да, да. Вы мне сказали, у меня Глок, а у вас? А у меня Чезет Шеду-2. А порядок цен, сколько они стоят приобрести? Чуть-чуть по-разному, они постоянно меняются. То есть, сейчас Глоки где-то в районе 300, а этот где-то будет в районе 350. Понял. Извлеките оружие. Да, направьте на мишень. Взведите. Поместите в кобру. Да. Ну, занимая свободное положение. И аккуратно повторяем это действие. То есть, первое действие у нас. Руки пошли наверх. Правое на пистолет. Да, захватываем его. Левое к солнечному сплетению. Выхватываем пистолет. Формируем хват. Направляем на мишень. Забыли немножечко про стойку. Да. Накладываем палец на спуск. И проводим выставку. Хорошо. Взводим. Убираем оружие в кобру. И повторяем. Готов? Да. Тап. Ага. Еще раз. Тап. Уууу. Да. Почувствовал. Да, очень было бы далеко. Кобру. Волнуюсь. Думаю о стойке. Стойка какая-то непривычно. Так. Готов? Да. Ап. Хорошо. Еще раз. Ап. Отлично. Убираем в кобру. Попробуем с патронами? Да, конечно. Я вам дам сигнал таймером. Готовы? Да. Внимание. Эффект таймера. Это точно. В кобру. Сразу охота быстрее сделать. В кобру. В кобру. Да, при этом, понимаешь, я не говорил, что мы должны за какое-то время сделать. Да. Да. Вообще не было такого слова. Я просто сказал, что дам сигнал таймера. Да, вместо слов просто таймер. Все, я понял. Хорошо. Внимание. Внимание. В левый край попал. В кобру. Еще раз. Внимание. В кобру. Попробуем добавить второй выстрел в ту же самую мишень. То есть два подряд. Понял. Готов? Да. Внимание. Хорошо. В кобру. Внимание. Стойка, следи. Классная пара. Кобру. Внимание. Второго не было. Второго не было. Второго не было. Зазвенел. Да, услышал. Кобру. Внимание. Хорошо. Зинь, это ощущение, оно прям тебе подстегивает, подстегивает попадать. Да. Что, сайга? Да, наверное, да. Мы сейчас куда? Опять же туда? Да, оставляем магазин. Проходим в зону безопасности. Нам нужно сдать оружие. Производится это тем же образом, то есть подходить сюда. Подошел. Извлекайте оружие, направляйте в безопасное направление мишеньки. Проверяйте, что оно не заряжено. Контрольный спуск. Помещайте так столом вперед. Вот. И дальше мы с вами попробуем стрелять из сайги 9. Вот. Все, в принципе, то же самое. Стреляет она тем же самым калибром. Но выглядит устрашающе. И лязгает страшно. Стреляли когда-нибудь? Из такой штуки? Нет ни разу. Как он удерживается? То есть варианты удержания есть разные. Мы чаще всего используем следующую стойку. То есть правая рука находится здесь. То есть мы указательный палец кладем на переводчик огня. Вот эта полочка нам удобна для того, чтобы, соответственно, снимать его с предохранителя. Приклад. Клечо. Щечка на приклад. Смотрим в прицел. Коллиматор на прицел. Знакомо? Нет. Работает крайне просто. Внутри горит красная метка. Куда указывает, туда попадает. Звучит просто. Да. То есть ничего совмещать не нужно. Да. Ничего контролировать не нужно. Вот это вот небольшое расхождение мушки целька здесь уже можно не учитывать. То есть навел прицел, оно туда и полетит. Соответственно, это позволяет стрелку стрелять более уверенным, более высоким тэпом. Угу. Видишь точку, что она на мишени и нажала. Да. Ну проще. Просто проще. Не надо совмещать. Да, я понял. Меньше факторов нужно контролировать. Угу. Вот. Соответственно, левую руку мы выносим вперед, накладываем на цевер. Вот приблизить так у нас должно получаться. А стойка дальше идет. Ровно такая же, как и в пистолете. То есть мы уперлись, наклонились и таким вот образом держим. Угу. Попробуем? Да. Конечно. Сюда? На или? Надо. Надо? Да. Угу. Стойка та же. Упер. Держу. Не, ну так гораздо проще. Да. Красная точка. Да. Все вообще гораздо проще. Кладить на ручку. Как-то так? Да. Заряди, приготовиться. Палец. Палец. Подмышку. Беру магазин. Да. До щелчка. Отлично. Ага. Есть щелчок. Переводчик вниз. Он у тебя уже внизу. Угу. И досылай патрон в патроне. Да. Прицеливание? Прицеливайся. Близковато. Готов ты? Да. Огонь. Еще? Да, конечно. Пробуй. Пробуй двойками. Та-та. Чувствуешь тебя назад откат? Да, да, да. Я чуть пытаюсь компенсировать. Да, чуть-чуть. Вот доверни правую сторону, вперед как бы скрутись. Да, вот. Готовься. Прицеливайся. Можно? В одну линию. То есть середине не начинайте, а будет удобнее в одной линии. Готов? Готов. Огонь. Отлично. Разряди. Извлеки магазин. Да. Теперь помню, у нас здесь патроник. Проверь визуально, что пусто. Пусто. Контрольный спуск. Предохранитель. Оружная бочка. Вон он. Отбой. Ну как? Мне казалось, я пару раз промазал, а они все равно упали. Серьезно, мне кажется, я как будто бы я проносил в движении и нажимал. Мне кажется, я мажу уже, а они падают. Поэтому я старался как можно быстрее. Нет, очень круто. Хорошо получилось. То есть видишь, какой темп это может обеспечить. И приятно, и нет никакой отдачи, как у этих ружей, когда по тарелочками. Спортинг, когда вот ты приходишь и по тарелочкам. Совсем другое. Когда меня откидывает больно, синяк. Очень комфортно. Прям очень нравится. Впечатление просто словами. Точно так же вот не все можно объяснить. Это нужно прийти, попробовать, понять, твое это или не твое. И с пистолета, если есть какое-то волнение, вот с Айги это настолько стабильность, настолько это просто как-то приятно. И особенно, когда ты попадаешь, это обязательно. Так что обязательно попробуйте. Даже если вы вдруг по какими-то причинам не захотите заниматься практической стрельбой, но попробовать, сравнить с остальными видами спорта, ну это просто обязан каждый. Ну что, попробуем Глок? Давайте. Та же самая история, но Глок. Та же самая, но Глок. Класс. Разряжай. Пришлось глаз один все-таки закрыть. Все-таки уже. Проверяй контрольный на бочку. Да, это чешский пистолет. Чезарь Шаду-2. Попробуйте. То есть попробуйте спуск, попробуйте хват. Разряд. Так, ну во-первых, он тяжелее, конечно, да. Ну не факт, что он разряжен. Вы не до конца поверили. Все правильно делается, да? Не могу его сдвинуть, очень тяжелый. Разряжем. Да. Вот теперь разряжен. Безопасно. Патрон в патронник. Патрон в патроннике. Пробуем. Огонь. Разряжаем. Контрольный. Коль мы заканчивали с карабином, соответственно, ты и понесешь карабин. Хорошо. Ага. Да. Окей. Бери карабин. Проверяй, что оно разряжено в сторону мишени. Да. Контрольный. Предохранитель. Стволом наверх. И аккуратно переходим в зону безопасности. Выглядит бомбически. Вот, соответственно, здесь укладываем било. Ну, так же проверяешь направление на мишеннике в идеале. Черт. Паранойя штука такая. Не-не, хорошо, хорошо. Вот, и помещаю оружие в кейс. Красавица. Оружие красавица. Отдавать не хочется, да? Очень-очень приятное. Прям очень приятно. Наша тренировка закончена, да? К сожалению, да? Спасибо большое, Сергей. Действительно, к сожалению, время пролетает. То есть, понятно, что для нас, конечно же, и Сергей, и руководство все-таки объекта пошло навстречу. Они нам дали вместо базовой тренировки, она у нас все-таки длится в основном час. Да. Нам дали чуть дольше, чтобы мы как бы все вам рассказали, показали виды оружия. Но даже после этого усталости не чувствуется. Сейчас посмотрим, что у нас по пульсометру и по калориям. Но мне кажется, как будто бы полноценную тренировку отработал. Так что, спасибо еще раз, Сергей. Вот. Я к вам обязательно еще вернусь. Очень жду. Итак, друзья, наша постоянная рубрика «Несколько вопросов чемпиону». Сегодня мы их задаем Денисову Вячеславу. Он мастер спорта по практической стрельбе и по совместительству инструктор стрелкового комплекса объекта. Так, приветствую, Вячеслав. Значит, у нас обычно стандартные вопросы. Специально к чемпиону, который с высоты своего опыта рассказывает начинающим о плюсах и минусах практической стрельбы. Ну, вот сегодня у нас про практическую стрельбу. Первый вопрос. Вокруг себя намного дальше и больше вижу. Много людей, которыми я знакомлюсь. Это абсолютно разные люди. Не обязательно одной категории. Это не только военные или это гражданские только. Но это люди совершенно разных профессий. Каждый тренер по-своему психолог. Мне интересно понимать людей, правильный подход к ним найти. Поэтому, наверное, это очень сильно развивает. Если бы не практическая стрельба, то какой бы спорт выбрали? Ну, сложилась так судьба, что вы не пошли в свое время. Пулевая. Пулевая. То есть все равно стрельба, да? У меня исторически так сложилось, что я с раннего детства, меня отец привел в тир. Мне было 9 лет. Я пришел первый раз в тир просто посмотреть. Естественно, мне дали попробовать стрельнуть из малокалиберного оружия. Мне очень это понравилось. И через год я уже пришел в секцию. Столько лет вы отдали этому спорту. Вы наверняка знаете какие-то слабые места. Или может быть для вас лично что-то вам не нравится? Вот что именно вам не нравится в практической стрельбе? Ну, я как любой стрелок начну жаловаться сразу же на разрешительную систему. Что они очень сильно зажимают спортсменов. Требуя определенную фиксацию документов, контроль, транспортировка. Тут бесспорно. А можно поподробнее о чем идет речь? Я могу объяснить. То есть если я стал спортсменом и я стреляю в стрелковом тире, то у меня здесь есть возможность стрелять из любого оружия, которое я пожелаю. Но рано или поздно вы понимаете, что как спортсмена вам бы хотелось владеть своим оружием. Мы не говорим о короткостволе, мы говорим о гладком или нарезном оружии длинноствольном. И встает вопрос, как это сделать? Вы понимаете, что это целый квест. Нужно собрать определенное количество справок, пройти определенных врачей, пройти определенные инстанции, все это подать. Сейчас, конечно, это намного проще стало, чем было раньше. Госуслуги, конечно, рулят. То есть уже проще все-таки стало. Да, есть какая-то простота, есть получение документа, приобретение оружия. Сейчас это несложно. Приобрести и получить документы проблем сейчас особых нет. А вот владеть дальше им, хранить его, перевозить его, тут уже начинаются какие-то ограничения, которые периодически в законодательстве меняют. То есть, не дай бог, ты попадешь в ДТП, это как-то влияет сразу же на твое владение оружием. Может быть, какая-нибудь есть интересная история или забавный может быть случай. Или, естественно, связанный с практической стрельбой. Либо как из времени, пока вы были прям спортсменом, либо, может быть, уже как судья или инструктор. Я, наверное, всегда сравниваю европейские правила хранения оружия и российские. Мы часто в свое время ездили за границу, участвовали в соревнованиях. И мне вспомнился случай, когда мы командой поехали в Грецию на чемпионат Европы. Нас было 9 человек. И нас здесь очень долго предупреждали. Ребята, имейте в виду, там законы очень строгие. Перенос оружия в чехлах, обязательно ограничения. У них по правилам только 3 патрона, может быть, объем магазина, не больше. Нам пришлось специально сделать вставки, которые мы вставляли в магазин. И для переноски от гостиницы до стрельбища мы вставляли вот эти вставки. И потом, когда мы приехали уже в Грецию, перелет у нас очень сложный был. Мы сначала летели до Афин, потом из Афин в Салоники, потом из Салоников на машине до Кавал. И, в общем, такой был маршрут. И все это с оружием? Все это с оружием, да, переезжали. Но самое интересное, мы когда доехали до Салоника, вышли и нам сказали, найдите сразу же полицейского. Он должен вам дать разрешение на перенос оружия по стране. То есть обязательно найдите. Мы нашли полицейский участок прямо в аэропорту. Время 12 часов ночи. Заходим, человек от нас не понимает, что ему надо. Что вы хотите от меня? Мы ему на трех языках пытаемся объяснить. Нам нужно какое-то разрешение. Он именно смотрит, говорит, какое разрешение. Мы приехали на соревнования. Он подумал-подумал молча, достал какую-то бумажку, сделал ксерокопию и каждому раздал вот этот листочек. И говорит, все, вот это классное разрешение, езжайте. Но мы уехали с полной мыслью, что мы как бы выполнили все, что необходимо, все правила соблюли. Приезжаем. Проходит уже где-то, наверное, около недели соревнований. Нам всем стало интересно, что это за бумажка такая. И в кафе, в гостинице, где мы проживали, русскоговорящий был официант. И мы попросили его, чтобы он нам перевел. Оказалось, там было написано правило хранения ухода за оружием. Ну, то есть инструкция, как правильно смазывать и где его хранить. Вот такой вот документ нам дали. То есть не надо было, что ли, ничего делать? Вас просто напугали больше. Приехал, нет, там все очень просто. Там оружие иногда прямо на грузовой терминал выкидывают. То есть ты стоишь и думаешь, а где получать ружье? Потом смотришь, оно так выезжает вместе с багажом. Ничего себе. Можно забирать? Да, забирать. Ваших? Да, все. Забрал, пошел. То есть у них вот такие законы. Мы очень долго к ним привыкали. Ну и последний вопрос. Так как, опять же, мы этот выпуск снимаем про практическую стрельбу. В основном для тех, кто планирует начать им заниматься, либо уже начал, и, может быть, ему не хватает мотивации. Вот что вы посоветуете для начинающих стрелков или, возможно, их родителей? Потому что, ну, мы знаем, что еще кто-то детей может приводить. Вот либо сам начинаешь заниматься, либо ребенка отдаешь. Какие-то мотивационные слова вообще? Что посоветуете? Ну, наверное, тем, кто приводит своих детей. В основном родители всегда хотят, чтобы дети стали чемпионами. Это очень хорошо, но нужно определенное время. У нас сейчас законодательство, к сожалению, ограничивает подростков, юниоров, так будем говорить, да. До определенного возраста они не могут получать звание разрядов. У них с этим как бы есть определенные проблемы, и они из-за этого часто расстраиваются, что им ждать приходится до 21 года. Но заниматься с оружием они уже могут, потому что есть точно такие же образцы оружия, как и 9-миллиметровые, есть из малокалиберного оружия. То есть он может уже навыки получать. У него есть плюс, у него все впереди. То есть он постепенно, получая опыт уже в России, Есть самое драгоценное в это время. Есть, да, на кого ориентироваться, он уже знает, на кого можно равняться. И он начинает заниматься. Главное, чтобы родители его не торопили. Но и если действительно есть цель, у подростков есть проблема. Иногда они разочаровываются, им это надоедает. И вот тут нужно замотивировать правильно. То есть какая у тебя цель? Ты хочешь стать чемпионом? Допустим, да, хочу, но я еще не знаю, что это такое. Ну, а что мне это даст? Часто задают вопрос. А что потом? Ну, а дальше ты уже либо тренер, либо ты поддерживаешь свой навык. И ты чемпионство свое нужно сохранить, удержать его. Потому что есть другие чемпионы, которые начнут тебе дышать спиной. Это интересный спорт. Здесь интересные люди. И, во-первых, всегда все очень вежливые. Потому что все люди с оружием. Это правда. Да. Так что вот так. Спасибо большое, Вячеслав. Итак, вот мы и завершили нашу первую базовую тренировку по практической стрельбе. И вот ее показатель. Сегодня пиковый пульс у меня составил 116 ударов в минуту. А за время тренировки я сжег 203 килокалорий. Немного согласен, но стоит учитывать, что практически всю тренировку я стоял статично. В отличие от профессиональных стрелков, которые постоянно перемещаются между мишенями. И в конце выпуска, по традиции, разыгрываем призы. Сегодня мы разыгрываем вот эти активные наушники для тех, кто планирует заняться практической стрельбой. Или, может быть, уже ей занимается. И получит их тот, кто напишет самый мотивационный спортивный пост и отметит хэштег нашего канала. Пишите в комментариях к видео в своих соцсетях. Главное, не забывайте хэштег. Я прочитаю лучше и выберу победителя. Вот мы и познакомились с таким экстремальным видом спорта, как практическая стрельба. Мы постреляли из различного вида оружия и получили навыки безопасного обращения с ним. Поэтому смело можем добавлять практическую стрельбу в свою копилку и на нашу доску. И в конце выпуска, по традиции, совет от меня, как от ведущего. Выбирайте тренера правильно. Хороший тренер может похвастаться собственными достижениями или победами своих воспитанников. На сегодня у нас все. Спасибо за внимание. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и пишите в комментариях спорт, который вы бы хотели видеть в наших следующих выпусках. И помните, не важно, каким спортом вы занимаетесь, главное, что занимаетесь спортом. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok